Добрый день, коллеги. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Можете также поставить, несколько человек поставить, отменить в чате, что все хорошо. И спасибо Татьяне за представление. Меня зовут Динара Гагарина, я из Высшей школы экономики в Перми. И тема нашего сегодняшнего вебинара – образование в области digital humanities, цифровых гуманитарных наук или цифровой гуманитаристики. Что это такое, зачем это нужно и на кого ориентированы программы по digital humanities? Кто целевая аудитория этих программ, может быть, окажется, что кто-то из вас тоже заинтересуется этими программами или, может быть, уже заинтересовался. Спасибо, что нашли время прийти на вебинар в рабочее время, в будний день. Я очень рада, что у нас достаточно большое количество человек, которые заинтересовались этой темой, вебинар наш займет примерно час. Вы можете задавать вопросы по ходу. Я постараюсь, ну, где-то по ходу и отвечать. Если по ходу что-то не успею ответить или не замечу ваш вопрос, то обязательно отвечу на него в конце. Презентацию я предоставила. Она в формате PDF, вы можете ее скачать. Если вам удобнее, можете ее, например, открыть сразу. Там будут какие-то ссылки. Но, наверное, более разумно посмотреть эти ссылки после вебинара. То, что вас заинтересует, ссылок в презентации очень много. Ну, и вообще у нас не так много времени, поэтому давайте начнем. Я буквально пару слов скажу о себе. Так получилось, что по базовому образованию я математик. Я закончила бакалавриат и магистратуру по математике. Но сразу после окончания университета, в 16 лет, как я перешла в область гуманитарных наук. Сначала это была только история. Но потом мы взяли более широкую гуманитарную рамку. И я занималась исторической информатикой или цифровой историей, как сейчас ее все чаще называют. И в какой-то момент мы сконцентрировались, наша команда сконцентрировалась на Digital Humanities, как в таком зонтичном термине, объединяющем огромное количество направлений, связанных с цифровыми методами гуманитарных наук. Как Татьяна уже сказала в представлении меня, я руковожу магистратурой. Это магистратура новая. Она открылась в этом году первый раз в Пермском кампусе Высшей школы экономики. Я в конце про нее еще скажу подробнее. Но в предыдущие годы я участвовала активно в запуске магистратур по Digital Humanities и в двух других университетах России. Я автор онлайн-курса «Цифровая история». Внутри Digital Humanities для меня самое интересное и предмет моих научных исследований – то, что относится к цифровой истории. И прямо сейчас идет запись на платформе «Открытое образование» на курс по цифровой истории. И там 10 лекций. Каждая лекция состоит из коротких видеоблоков и множество дополнительных материалов и тестов. Вы можете прямо сейчас записаться и этот курс прослушать. Если вас тема Digital Humanities интересует, то, наверное, цифровая история тоже может вас заинтересовать. Я также автор или соавтор, или соисполнитель множества проектов образовательных и научных проектов по цифровой истории, проектов, связанных с использованием количественных методов в истории и проектов, в том числе образовательных, по Digital Humanities. Ну вот, один из них, изучаем Digital Humanities, тоже здесь на слайде приведен. У меня в презентации будет множество ссылок. Если для кого-то, многие из них будут сопровождаться QR-кодами, кому из вас это удобно, можно сразу приходить, ну или потом по ссылкам в презентации, которые вы можете скачать, это тоже можно сделать. Переходим уже к содержанию. Что такое Digital Humanities? Термин появляется, ну не то чтобы появляется, но входит в активный научный оборот. В начале 2000-х годов, даже в середине 2000-х годов, в 2004-2005 год, и термин, который не имеет удачного перевода на русский язык, цифровая гуманитаристика или цифровые гуманитарные науки, в большинстве случаев термин используется просто в таком англоязычном варианте. Я не стала приводить ни одно определение того, что такое Digital Humanities, но приведу пример очень интересного, отличного проекта, который демонстрирует то, насколько разнообразен спектр определений и насколько разнообразно понимание того, что такое Digital Humanities. На этом сайте, вот из digitalhumanities.com, если на него зайти и каждый раз просто обновлять страницу, вы будете получать одно новое определение, и всего их здесь более, даже не более, я скажу точно, всего их здесь 817, и эти определения собраны из различных научных публикаций, из материалов конференции, из выступлений на различных научных мероприятиях. Это определения, принадлежащие различным ученым, которые занимаются, которые относят себя к области Digital Humanities. Даже если убрать из них схожие и синонимичные, то разнообразие понимания все равно будет велико. И это нормально, потому что область новая, и если мы сейчас зададим какое-то и примем какое-то жесткое определение, то это в некотором смысле затормозит развитие отрасли, и поэтому, наверное, оно здесь и не нужно. В предыдущие годы, ну вот, в середине 2000-х годов и, наверное, до середины 2010-х, может быть, и по настоящее время, активно проходят различные круглые столы, семинары, секции на профильных научных конференциях, да и не на профильных тоже, о том, что же это такое, да как очертить спектр проблем, которые относятся к предмету исследования Digital Humanities. В общем, это не так просто сделать, да, но мы попытаемся в рамках этого вебинара этот спектр очертить очень кратко и в пределах того выделенного времени, которое у нас есть. Совершенно точно это направление, научное направление междисциплинарное, причем есть интересные дискуссии о том, междисциплинарное или полидисциплинарное, или надисциплинарное. Мы сейчас в эту лингвистическую специфику уходить не будем, но вот на этой схеме так представлено, в общем, неполный спектр того, что, собственно, и образует Digital Humanities. Самый большой круг на этой картинке – это лингвистика, и, наверное, большая часть исследований, которые, вот именно если исследовательскую компоненту брать, исследований, которые есть у Digital Humanities, связаны с лингвистикой. У этого есть разные причины, и как специфика лингвистики среди других гуманитарных наук, это наука, которая в большей степени естественным образом допускает формализацию, структурирование информации и данных внутри себя, и, соответственно, объективно некоторые методы количественные, цифровые на лингвистику легче ложатся. Тексты, с которыми имеет дело лингвистика, с текстами мы научились работать достаточно давно, формализовать, моделировать тексты достаточно давно, и хотя исследования в области информационных технологий в лингвистике, компьютерной лингвистике, и сейчас идут очень активно, но начиная с 50-х, с 60-х годов это направление, в общем-то, активно и плодотворно развивается. Я уже говорила, что мой наибольший интерес на тридцатах Humanities — это история, и исследования в истории, связанные с использованием информационных технологий, начинаются тоже тогда же, когда они начинаются в лингвистике, это 50-е годы, и просто в силу того, что история, наука менее однородная, чем лингвистика, она работает с большим количеством типов информации, текст, статистическая информация, графическая информация, карты, аудиовизуальные источники, то здесь возможности применить информационные технологии они не столь однородны. Помимо истории и лингвистики, да, я не буду сейчас, здесь можно такую, там, целую лекцию или даже целый курс, или даже целую магистратуру развивать на тему части Digital Humanities, связанной с компьютерной лингвистикой или с цифровой историей, или с цифровой культурологией и так далее, но я просто хочу вот этим слайдом показать все разнообразие направлений, которые есть. Вопрос в чате, почему нет литературы. Литература по Digital Humanities есть, и в самом конце сегодняшнего вебинара я приведу список литературы, такой, ну, для вдохновения, да, то есть для того, чтобы просто начать про это читать. Литературы не очень много на русском языке, но я тоже еще об этом скажу. В 2010 году группа ученых из разных стран собралась и сформулировала манифест Digital Humanities. Этот манифест переведен на несколько языков, на все европейские языки, и он переведен на русский язык. Он небольшой по объему, и я очень рекомендую вам с ним ознакомиться, если вы вообще, ну, раз вы пришли на этот вебинар, наверное, вы интересуетесь, заинтересовались каким-то образом цифровыми гуманитарными науками. Вот, наверное, манифест — это первое, с чего можно начать, и статья о Википедии, с чего можно начать знакомство, такое самое первое, с этой отраслью. И здесь на слайде приведено несколько цитат. Я не буду подробно на них останавливаться, но, в общем, цитаты показывают, что предпосылка, то есть главная предпосылка того, почему Digital Humanities развивается, это цифровая революция, которая охватывает сейчас все сферы общества. И еще здесь важный момент, да, это второй пункт на слайде, то, что Digital Humanities охватывает все гуманитарные науки. На самом деле, с этим, с пониманием охвата, ширины охвата гуманитарных наук есть разные мнения. Например, некоторые считают, что и социальные науки, или, по крайней мере, часть социальных наук тоже относится к сфере Digital Humanities. Некоторые более строго смотрят на это. Здесь нам это не очень принципиально, но я хотела бы просто на этом слайде продемонстрировать, и вообще в этом блоке своей презентации, продемонстрировать, что сфера Digital Humanities достаточно широка по своему охвату. И в целом даже есть, ну, часто используют такой термин, umbrella term, да, то есть зонтичный термин, или по аналогии с тем, как это используют в маркетинге, зонтичный бренд. для множества других направлений, для цифровой истории, компьютерной лингвистики, и множества других отраслевых информатик. Можно в русском языке, в статьях на эту тему, на русском языке, можно встретить термин отраслевые информатики. Он сейчас не очень активно используется, но тем не менее, то есть это использование информационных технологий в самых разных областях знания. Вот множество из этих отраслевых информатик и объединяются под зонтиком Digital Humanities. Но важно, что это не просто такое синтетическое объединение, важно, что, конечно, здесь есть некоторая общая методология цифровых гуманитарных наук. С одной стороны, ну, наверное, потому что есть общая методология у гуманитарных наук в целом, и какие-то общие методы в разных науках пересекающиеся. А с другой стороны, происходит перекрестное опыление, если так можно выразиться. И, например, исследования в области истории начинают активно заимствовать методы из лингвистики и из других, ну, с географии, например, и развивается там историческая геоинформатика, тоже как часть, и тоже можно относиться к Digital Humanities, и это такое направление уже на стыке трех дисциплин истории, географии и информатики. То есть, добавляется география и исследования в области геоинформационных систем в истории и в гуманитарных науках вообще был период, когда это были, наверное, это было, может быть, не самым популярным, но одним из самых популярных направлений в Digital Humanities. И вообще, надо сказать, что развитие этого направления очень тесно завязано на то, какие технологии, на то, какие технологии здесь и сейчас получили распространение. Например, развитие геоинформатики, исторической или гуманитарной геоинформатики связано с появлением и с активным внедрением и с доступностью геоинформационных систем, то есть ГИС, отдельный тип программного обеспечения. Последние годы, что мы видим? Мы видим развитие технологий, нового уровня технологии работы с изображениями и обработки изображений, в том числе на основе методов машинного обучения, искусственного интеллекта, распознавания образов. И это приводит к тому, что активно, очень быстро, прямо стремительно развивается область Digital Art History, цифровая история искусства. И те возможности, которые, те задачи, которые сегодня история искусства может ставить на основе цифровых технологий, но их невозможно было представить 10 лет назад и, в общем, даже еще 5 лет назад некоторые из них. То, что технически можно решать сегодня. Вот, поэтому мы очень тесно завязаны в развитии Digital Humanities, развитие Digital Humanities очень тесно завязано на развитии технологий, если резюмировать то, что я сейчас говорила. И в зависимости от, ну, если мы говорим про 50-е, 60-е годы, то это появление компьютеров, развитие ЭВМ и возможностей компьютеров в обработке в первую очередь количественных данных, да, и в это время активно развиваются количественные методы в истории, другие основанные на компьютеризированных методах исследования развиваются в меньшей степени, если говорить про историю. Появились технологии, связанные с текстом, идет всплеск по тексту, да, я уже привела пример по ГИС, по изображениям и так далее, то есть в зависимости от того, как развивается уровень технологий, мы приходим к появлению соответствующих методов и приложений в гуманитарных науках. Digital Humanities, если очень постараться все-таки классифицировать и найти какие-то отдельные направления внутри него, то я выделяю три таких блока, они проведены на нижней части слайда, это в первую очередь блок, связанный с исследованиями, исследовательская компонента, и для меня, и для многих моих коллег, из академической среды, это, конечно же, самый интересный блок, это те новые методы, новые задачи, которые мы можем ставить в истории лингвистики, филологии, культурологии и других гуманитарных науках на основе количественных методов, на основе цифровых методов и получать с их помощью новое гуманитарное знание. Второе направление, наверное, оно не менее важное, это прикладное направление, связанное с тем, связанное с сохранением репрезентации, цифровой репрезентации историко-культурного наследия, с визуализацией данных, с разработкой цифровых ресурсов. Я достаточно широко объединила, то есть это все, где нет в чистом виде исследования или исследовательская компонента не является основной, но мы, тем не менее, выполняем важные задачи. Разработка виртуальных музеев, разработка электронных библиотек, разработка каталогов исторических источников разного типа, цифровых музеев, все это относится сюда. Современные направления, то есть еще про технологии говорить, VR, AR, дополненная виртуальная реальность, это тоже относится к этой части. Первая и вторая части, безусловно, друг с другом связаны, потому что даже если мы говорим об оцифровке, есть некоторая специфика, особенно специфика связанная с некоторыми видами источников, некоторыми видами носителей, и здесь без исследовательской компонента все равно не обойтись. Связь есть в другую сторону, если мы занимаемся исследованиями цифровыми, нам, как правило, нужно, чтобы у нас был или корпус готовый, или какой-то оцифрованный источник, набор источников, поэтому первая часть без второй тоже получается очень редко. Наконец, внутри Digital Humanities можно выделить третье направление, у него нет какого-то одного сформированного первых двух названия, я здесь его на слайде назвала цифровой антропологией, но здесь имеется в виду не использование цифровых методов антропологии, есть и такое, но здесь имеется в виду изучение цифровых сообществ и изучение гуманитарного осмысления цифры, то есть что технологии делают с обществом, с человеком, с самыми разными сферами его жизни. Вот, вот такие три блока, которые, ну, у нас все-таки тема основная это вебинары образовательной программы, вот разные образовательные программы могут отличаться тем, на какой блок делается упор, на все три, на один из трех, на два из трех, и в какой степени это соотношение по разным блокам происходит. У нас есть вопрос в чате, отношу ли я экономику к гуманитарному знанию, вопрос, в общем, не имеет прямого отношения к Digital Humanities, нет, я не отношу экономику к гуманитарному знанию, но внутри гуманитарного знания, ну, сейчас внутри истории, безусловно, есть часть, связанная с экономикой, например, экономическая история, и экономическая история здесь имеет огромное значение, потому что именно с экономической истории начинается применение количественных методов в истории, да, то есть это такое очень значимое направление внутри цифровой истории или исторической информатики, Digital Humanities, вот, но вообще, да, мы очень, Digital Humanities очень междисциплинарны, и, безусловно, экономический компонент есть во многих исследованиях. Двигаемся дальше, здесь я эти слайды очень быстро пролистаю, есть несколько ассоциаций разного уровня российских, европейских, или вот таких вот, как на этом слайде, альянс, организация Digital Humanities, международный альянс, которые объединяют разные национальные, ну, здесь пример европейской ассоциации Digital Humanities, которая очень активно работает, и я рекомендую всегда студентам подписаться на обновление этой ассоциации в социальных сетях, следить за их сайтом и за теми мероприятиями, которые они проводят. Есть российская ассоциация Digital Humanities, она достаточно молода, но важно, что она является частью европейской ассоциации, и надо сказать, что мы, ну, в общем, встроены в международный процесс, международные исследования, международное состояние отрасли Digital Humanities. Еще один момент, на котором я хочу остановиться в этой части, ну, и мы закончим блок, что такое Digital Humanities, это вообще само появление термина. Я уже сказала, что термин начинает использоваться в середине 2000-х годов, но я уже несколько раз проговорила, что исследования были там в 50-е, 60-е, ну, и так далее, годы. И получается некоторая хронологическая неувязка. На самом деле, конечно, исследования связаны с использованием информационных технологий, с использованием компьютеров, с использованием количественных методов, начинаются с появлением ВВМ, то есть, ну, начинаются в 50-е годы в разных гуманитарных науках, с разной степенью, но все это достаточно длинная уже история по меркам существования компьютеров. Тем не менее, термин появляется только в середине 2000-х годов. Для этого есть разные предпосылки, про это можно прочитать несколько отдельных лекций и несколько статей очень интересных, но я просто скажу там о паре аспектов, да, вот один, одна из этап здесь на слайде приведена, то есть, в какой-то момент мы перестали говорить химантис-компьютинг, который тоже не имеет хорошего русскоязычного перевода, термин и начали говорить про digital humanities. Humanities Computing, гуманитарный компьютинг, гуманитарные вычисления, термин, который использовался достаточно долго, но этот термин, направление вышло за пределы термина, потому что да, мы понимаем, если мы задумаемся об этом, мы понимаем, что внутри любых цифровых методов где-то там внизу лежат вычисления, но когда вы занимаетесь обработкой изображений или даже обработкой текста, вы как исследователь, не думай, или когда вы делаете виртуальный музей, вы меньше всего ассоциируете это с вычислениями, и поэтому точно так же, как мы говорили до некоторого времени ЭВМ, называли компьютеры ЭВМ, а потом перестали это делать, так и здесь, то есть компьютинга стало недостаточно для того, чтобы обозначать эту область. Вторая причина, почему отраслевые информатики объединились в какой-то момент, она очень простая, это не очень хорошо работает на российской действительности, но об этом европейские коллеги часто говорят, это такой маркетинговый ход, людей стали лучше понимать, тех, кто этим занимается, и их стали лучше финансировать, лучше выделять гранты, различные организации, грантодатели на это давать, потому что их стало больше, они стали заметнее, объединились и стало больше. Тоже такой есть момент, но здесь я бы хотела еще раз повторить то, что я уже говорила, все-таки Digital Humanities это не просто формально соединение различных отраслевых информатик. Это вещь, которая имеет и общие методологические основания, и это вещь, которая имеет очень много таких перекрестных связей. Двигаемся дальше. про литературу обещала сказать. Единственное учебное издание, не вообще единственное издание, единственное учебное издание на русском языке, это хрестоматия цифровой гуманитарной науки, она была издана около двух лет назад, в Красноярске. Здесь переводы статей, это перевод аналогичного издания на английском языке, и здесь собраны статьи такого теоретического методологического характера у Digital Humanities начало 2010-х годов, и середина 2010-х годов. Издание доступно, его можно на сайте Сибирского федерального университета найти и полностью скачать бесплатно, ознакомиться с ним. Я позже еще приведу список литературы, но в целом есть проблема с учебной литературой на русском языке. И по Digital Humanities, и по цифровой истории, например, и по некоторым другим направлениям. Поэтому хорошо, что есть Google-переводчик, но в тех же программах образовательных мы не требуем, конечно, на входе, чтобы студенты владели английским языком, но все равно студентов призываем читать литературу на английском языке, пользуясь хотя бы переводчиками, если у них нет английского языка, постепенно еще учить английский язык. Ну, в общем, это важно со всех сторон. Кто и зачем обучает Digital Humanities? Вообще, зачем мы это делаем? Зачем это направление развивается? цитата Джеффри Роквелла, которую я часто привожу в своих выступлениях, цитат относится к 2011 году. Мне сложно сказать, настала ли эта эпоха, этот момент настал ли в России, я думаю, что да, но нету каких-то серьезных исследований именно по российскому рынку труда гуманитарного, но Джеффри Роквелл, один из пионеров Digital Humanities, профессор из Университета Альберта в Канаде, в 2011 году констатирует, что в области цифровых гуманитарных наук стало больше рабочих мест, чем в традиционных гуманитарных областях. То есть очень простая причина, да, то есть для человека с имеющимся гуманитарным образованием или человека, который планирует получать гуманитарное образование. На рынке труда вот это вот Digital Humanities в виде надстройки или в виде основного трека развития добавит шансов для хорошего трудоустройства. Направлением образовательным в области Digital Humanities занимается множество центров. Здесь у меня сейчас уже не так много времени осталось, я пропущу, но вот это исследование российское, которое проводила Галина Васильевна Мажаева с коллегами, констатирует, что образовательное направление это самая популярная часть центров Digital Humanities. То есть это самая популярная из того, чем занимаются центры Digital Humanities. Еще одна цитата, это мотивирующая часть, зачем это надо. Это отчет американской организации, которая занимается изучением рынка труда. Самыми ценными сотрудниками сейчас и в ближайшем будущем будут те, кто сочетает технические знания с гуманитарными. Поэтому программы по Digital Humanities ориентированы как на тех, кто имеет какой-то бэкграунд в области гуманитарных наук, так и тех, кто имеет бэкграунд в области IT или еще в каких-то областях. Так, и если мы это рассматриваем на уровне бакалавриата, мы сразу заходим в этот трек, где берем и гуманитарную и IT-часть. И опять же, еще одно, с разных сторон сегодня приходят эти подтверждения, они и на уровне каких-то экспертных мнений, и на уровне просто серьезных аналитических отчетов того, что такого рода специалисты наиболее востребованы на рынке труда. Понятно, что соотношение Digital и Humanities у конкретного специалиста может быть очень разным, да, последовательность надстроек может быть очень разная, но в целом совершенно очевидно, что сегодня это тренд на то, что Digital Humanities, соотношение Digital Humanities является востребованным на рынке труда. Двигаемся дальше, я пропущусь здесь. Кто обучает и кто делает образовательные программы, кто делает ресурсы в области Digital Humanities? самые разные организации, ассоциации, которые я приводила выше, университеты и здесь, да, вот ассоциации Digital Humanities, я про них уже говорила, исследовательские инфраструктуры, это такие организации, которые очень важны для развития Digital Humanities. Ну, не останавливаясь подробно на исследовательских инфраструктурах, я приведу очень простой пример, того, что они делают, разрабатывают стандарты того, как должны создаваться, например, электронные библиотеки. И речь идет о стандартах описания, о использованных, о стандартах методанных, и речь идет о повторном использовании, да, то есть оцифровка это дорогостоящий процесс, ресурсно-емкий процесс. Очень важно, что если какой-то коллектив оцифровал источники, важно, чтобы они были reusable, то есть чтобы их можно было повторно использовать в других исследованиях, чтобы они были, чтобы их можно было найти другими исследователями, чтобы они были встроены в инфраструктуру гуманитарных наук. И вот для России это не очень типичная ситуация, но если мы смотрим на ситуацию в Европе, то на слайде приведены несколько исследовательских инфраструктур, которые очень серьезно занимаются этими областями, эти инфраструктуры, их деятельность встроена в университеты, и когда исследовательский коллектив университетский получает грант на оцифровку и на исследование, он должен обязательно следовать требованиям исследовательских инфраструктур в этой области. То есть ситуация, которая нетипична для российской действительности. есть регистр программ Digital Humanities, но регистр изначально европейский, но сейчас в нем начали появляться программы и за пределами Европы, просто его ведут исследовательские инфраструктуры, как раз европейские. И на этой карте есть несколько программ образовательных, не только магистрских, высшей школы экономики и других университетов, например, Сибирского федерального университета, из России. Можно посмотреть, тоже мы со студентами смотрим, например, можно найти там центры, где таких программ наибольшее количество. Можно найти школу краткосрочную ближе к дому и съездить поучиться, например. Форматы обучения Digital Humanities, да, то есть у нас основной посыл семинара это именно обрадовательные программы и форматы обучения здесь очень-очень разнообразные, это самые стандартные бакалавриаты и магистратуры. Такие программы существуют сегодня в нескольких университетах в России, их не очень много, их не то, чтобы сложно отслеживать, но есть определенная проблема с самоидентификацией, то есть с тем относит ли себя тот или иной коллектив и та или иная программа относит ли она себя к сфере Digital Humanities или нет. И это вообще отдельно интересная тема, на которой я сейчас не имею возможности остановиться, но то, что мы видим, иногда исследователи, которые явно занимаются Digital Humanities, тем не менее не используют по отношению к себе этот термин, да, и никак себя не соотносят с Digital Humanities, есть и такое. Это тоже очень интересный феномен. И очень небольшое количество программ, которые имеют слово Digital Humanities или цифровая гуманитаристика, или цифровые гуманитарные науки, или цифровые методы в гуманитарных науках, очень мало программ, которые выносят это прямо в название. Здесь есть разная специфика, в том числе связанная с тем, как устроено наше высшее образование и номенкултуру направлений, но в общем и целом все равно таких университетов не очень много. Вот некоторые из них здесь приведены. В Высшей школе экономики работает центр цифровых гуманитарных наук, и в область Digital Humanities вовлечены все четыре кампуса. Высшая школа экономики работает в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в Перми. Я, собственно, представляю Пермский кампус. Мы все вовлечены в Digital Humanities. И у нас есть две специально ориентированные магистратуры по Digital Humanities в Москве и как раз в Перми. Программа похожая, московская программа идет на базе фундаментальной прикладной лингвистики, наша программа идет на базе направления истории. И это тоже некоторая специфика и некоторая сложность для российской действительности, на основе чего делать такие магистратуры. помимо тех примеров, что я привела, это может быть на основе культурологии, на основе философии, на основе айтишных направлений. То есть спектр очень-очень широкий, на основе чего мы делаем такие программы. Обычно это связано с тем, у нас некоторая ячейка преимущественно историческая, мы делаем на базе истории. Московская высшая школа экономики делает на базе фундаментальной прикладной лингвистки, просто там потому что основная часть исследовательской команды это именно лингвисты. Но это может быть на основе культурологии. И, соответственно, эти программы могут иметь разный уклон, то есть разный ракурс в культурологию или в историю или в лингвистику или быть достаточно широким. Мы нашу программу пытаемся делать достаточно широкой. Есть бакалаврские программы, но, как правило, не в чистом виде по Digital Humanities, а, например, по цифровой истории или по исторической информатике. Программа по исторической информатике действует в МГУ, например. Программа по... У нас программа в Пермском кампусе высшей школы экономики бакалаврская программа называется просто история, но в ней достаточно серьезный компонент цифровой присутствует и... Но это... Мы, в общем, позиционируем ее и реализуем ее как программу с серьезным компонентом по цифровой истории. Двигаемся дальше. Еще один формат это майнеры. Несколько дисциплин, которые представляют дополнительно образовательную траекторию к основному направлению. И, например, юристы могут дополнительно освоить несколько направлений под человеческих humanities. Такие майнеры тоже действуют в нескольких университетах. Самый мой любимый формат это летние школы. Есть летние школы, ну, вот здесь на слайде три больших европейских, две больших европейских летних школы и одна канадская. Все три очень популярны. Ну, я больше всего люблю Лейпцигскую школу, потому что я сама в ней училась много раз. В России тоже есть летние школы, в частности высшая школа экономики проводит, ну, даже не летнюю, а осеннюю школу по digital humanities уже в течение нескольких лет. Это как раз ссылка на сайт летней школы в Лейпциге, она уже в этом году, к сожалению, не состоялась из-за пандемии, но вот регулярно в течение десяти лет проводится. Очень мощная школа, которую я прямо настоятельно рекомендую, если вы глубоко смотрите в область digital humanities. У нас осталось до конца вебинара 12 минут. У меня есть еще достаточно большое количество слайдов, некоторые из которых я сейчас пролистаю. Я специально сделала с запасом, чтобы у вас было, что почитать дома и чем вдохновиться. Я призываю вас уже задавать вопросы в чате, если они есть, и в зависимости от количества вопросов я буду ориентироваться по времени, то есть я говорю до 13.00 по московскому времени, или я оставляю время на ответ на ваши вопросы. Поэтому призываю вас активно задавать вопросы на вкладке вопросов. Есть множество возможностей для обучения digital humanities онлайн, и такие есть ресурсы, к сожалению, в основном на английском языке, но опять же Google Translate в случае, если ваш английский не очень хорош, может помочь. это как раз ресурсы исследовательских инфраструктур, о которых я говорила, Дарья, про Tennis, очень ресурс, который я люблю, программирующий историк, это его историческое название, на самом деле он не только про историков, и тот контент, который там есть, здесь уже не видео, а текстовый контент, он ориентирован на широкую гуманитарную рамку, не только на историков. Название историк в названии они оставляют, ну просто вот изначально они ориентировались на историков. Проект изучаем Digital Humanities, здесь мы собираем материалы по Digital Humanities на русском языке, разные учебные исследовательские, которые тоже систематизированы по нескольким направлениям, есть сообщества в социальных сетях, и вообще первое сообщество, которое я здесь рекомендую, это, конечно, системный блок, ресурс, который, ну, невероятно быстро стартовал и набрал огромную аудиторию в ВКонтакте, и сейчас достаточно большую аудиторию в Фейсбуке, и у них есть сайт. Это научно-популярный ресурс, где, тем не менее, собираются очень серьезные, но написанные понятным языком рецензии, не рецензии, а презентации исследований в области Digital Humanities и самых разных областей в области Digital Humanities регулярно выходят, тоже очень вам его рекомендую, это, наверное, хороший способ начать погружаться в Digital Humanities подписаться на системный блок. Массовые открытые онлайн-курсы на сегодня существует один курс на английском языке, но зато это курс от Гарварда. Курс достаточно специфический, но это определенная веха, да, то есть важно, что появился МОК, у нас открытый онлайн-курс по Digital Humanities, и его сделал Гарвард, значит, направление точно состоялось. Курс вышел в прошлом году, курс бесплатный, курс немножко заточен на исследования, связанные с текстами на лингвистику и литературоведение, но тем не менее, конечно, это тоже такой хороший способ погрузиться. Есть курс по Digital Humanities на испанском, почему нет? Он появился, кстати, первым вперед появился, чем курс Гарварда, чуть-чуть они его переделят. есть множество курсов близких Digital Humanities или что-то внутри Digital Humanities, некоторые из них здесь переведены. Огромное количество курсов, связанных с компьютерной и с корпусной лингвистикой, которые можно в некоторой степени тоже отнести к Digital Humanities, в том числе есть курсы, которые на русском языке здесь уже как раз, на платформе открытой образовании. Я вам уже говорила, что я являюсь автором курса цифровая история, но также есть курс по корпусной лингвистике и некоторые другие курсы, которые тоже могут быть полезны, интересны начинающим или продвинутым специалистам по Digital Humanities. Для кого эти программы? Я уже сказала, что эти программы ориентированы на очень разных людей на входе и ну, наверное, более распространенные мнения, что они ориентированы на людей, которые имеют гуманитарный бэкграунд или которые себя скорее ассоциируют с гуманитарной сферой. Я категорически против разделения на физиков и лириков, вот, не буду сейчас на этом останавливаться, вот, поэтому так аккуратно говорю, относятся в гуманитарной гуманитарной сфере, да, но практика показывает, что люди из с той стороны баррикад и сферы IT и математики тоже в Digital Humanities активно заходят, ну, я уже приводила свой пример, и хочу еще привести пример нашей магистратуры по Digital Humanities в Перми, магистратуры, которой мы две недели только работаем еще, и люди, которые к нам поступили, ну, вот, это какой-то фантастический состав людей, это люди с самым разным бэкграундом, среди них есть историки, лингвисты, люди, которые имеют базовое математическое образование, люди, которые имеют базовое IT-шное образование, и еще там некоторые, ну, какие вещи связаны, там, психолого-педагогическое или менеджереально, это уже более редкие единичные случаи, но в целом к нам пришли самые-самые разные люди, то есть, и мы видим на этом примере и на примере других наших активностей, что позиционировать программы по Digital Humanities как ориентированные только на гуманитариев, условных гуманитариев, это неправильно, то есть, и наши разговоры, например, с теми студентами или абитуриентами, которые интересовались программой из IT-шной сферы, они показывают, что эта востребованность есть и у представителей IT. Она может быть менее четко артикулирована, но эта потребность есть. Вот, и я надеюсь, что программы по Digital Humanities будут, ну, такие системные программы по Digital Humanities все больше будут открываться в российском пространстве и в онлайн-форматах, и в традиционных оффлайн-форматах. У нас осталось пять минут, поэтому я еще раз призываю вас задавать вопросы или, может быть, высказывать свои какие-то комментарии. Двигаемся дальше. Я еще хотела в этом аспекте для кого эти программы и чему мы учим, чему мы можем учить на этих программах. Опять же, скорее на примере магистратуры, которую мы спустили в Перми, но это картинка, которая характерна и для отрасли в целом. В нашей магистратуре четко прослеживаются три трека. Трек академический, практикоориентированный и проектный, академический, ну, собственно, это как раз связано с теми выделениями направлений внутри Digital Humanities, о которых я говорил в самом начале. Академический трек или исследовательский трек в программах ориентирован либо на действующих исследователей, если можно так сказать, либо на тех, кто планирует карьеру исследователя, планирует карьеру, связанную с образованием и наукой. И в рамках этого трека как раз отрабатываются исследовательские методы, самые разные исследовательские методы, завязанные на IT. Отрабатывается то, как компьютер может использоваться в традиционных методах, то есть, как компьютер помогает сделать более эффективным использование традиционных методов, существующих, и до Digital Humanities в области тех или иных гуманитарных наук. И этот трек связан с написанием исследовательских, с реализацией исследований и написанием статей по разным гуманитарным проблемам с использованием информационных технологий. Второй трек практико-ориентированный, и как раз это связано с прикладной частью Digital Humanities, с разработкой ресурсов. В рамках этого трека мы активно, например, сотрудничаем с музеями и другими культурными институциями, с архивом и изучаем их опыт и обучаем таких вот специалистов, кто бы мог стать специалистом по информатизации, по созданию электронных каталогов, электронных архивов, по созданию сайтов самого разного типа и самых разных целей, контентом которых является гуманитарная информация. Это может быть от официального сайта какой-то организации, библиотеки, например, до сайтов, которые выполняют какой-то исследовательский функционал. И в рамках этого трека мы говорим о разных аспектах создания цифровых ресурсов и берем очень широкий спектр технологий от цифровки до виртуальной и дополненной реальности и смотрим, какая здесь есть и специфика у разных типов источников, у разных технологий. Такая специфика есть. То есть создание 3D-модели, например, то, что достаточно популярное сегодня направление. Это с одной стороны совершенно техническая штука, а с другой стороны, в зависимости от того, с каким источником мы имеем дело, может быть очень серьезная специфика. И точно так же с цифровкой. Цифровка, казалось бы, что может быть проще? Засунули документ в сканер, нажали кнопку и все готово. Нет, это не работает так просто на документах, например, на которых есть золото. На создание 3D-модели не работает на объектах, которые черного цвета. Ну, некоторые технологии не работают. И вот эти аспекты мы со студентами или на каких-то специализированных программах, короткосрочных тоже рассматриваем. Вот. Здесь мало, собственно, исследований, но эту работу тоже надо научиться делать и делать качественно, чтобы мы с вами, когда заходим на сайты библиотек, музеев и самые разные сайты, где собрано то или иное историческое или культурное наследие, чтобы мы получали хорошую картинку, приятную. Проектный трек, которому мы тоже большое внимание уделяем, вообще Высшая школа экономики очень большое внимание уделяет проектной деятельности. Мы учим студентов в рамках этого проекта, это не чисто Digital Humanities, но мы здесь учим тому, как делать проекты в области, цифровые проекты в первую очередь, в области культуры, науки и образования. У них есть своя специфика, и своя специфика финансовая, и своя специфика, ну, вообще все, что связано с экономическим компонентом, и своя специфика менеджмента, менеджмента данных, менеджмента команды, потому что... хотела какой-нибудь локационный пример привести, но не буду. Не так просто собрать иногда представителей разных культурных институций и делать проекты, разговаривать на одном языке. Вот мы учим студентов разговаривать на одном языке с разными институциями, понимать их потребности, и учим делать проекты. Вот, посмотрим. Мы этим занимаемся и в бакалавриате, и результаты, на мой взгляд, у нас неплохие, но вот посмотрим, что из этого выйдет в магистратуре. Я, наверное, на этом закончу. Здесь у меня, я быстро пролистаю, это некоторые примеры дисциплин, которые могут быть включены в программу по Digital Humanities. Ну, такие, например, дисциплины есть у нас в программе. В других программах, ну, в московской программе по Digital Humanities этот набор похожий, но там нету такого выраженного исторического блока, а у нас он есть в том числе, ну, по разным причинам, почему нужен исторический, там, почему нужен курс истории исторического знания. С одной стороны, потому что образовательный стандарт этого требует, а с другой стороны, это очень важно, то есть к нам приходят люди с разным бэкграундом, и важно, чтобы те из них, кто пришел без гуманитарного бэкграунда, получили некоторую гуманитарную подготовку, а те, кто пришел уже с гуманитарным бэкграундом, систематизировали, вывели ее на новый уровень. Вообще, обучение на этих программах очень индивидуализировано, то есть в том числе за счет проектной составляющей. У нас есть много возможностей для того, чтобы сделать и реализовать индивидуальные треки совместно с студентом. Здесь, конечно, нужна от студента тоже некоторая активность и проектный взгляд на то, что он делает. Вот этому проектному взгляду мы тоже пытаемся учить. У меня, у коллеги, почти все. Я обещала закончить литературой. здесь есть первые пять пунктов. Это пункты на английском языке. Дальше идут пункты на русском языке. Я уже про хрестоматию говорила. Есть несколько статей. Например, есть прекрасная статья Андрея Володина, которая здесь приведена в списке. Есть мои статьи, я их сюда не стала приводить. Но и в целом по Digital Humanities можно найти научные публикации на русском языке. Такие обзорные историографического характера, из которых можно понять, что это такое, и начать этот путь. Большая часть публикации на английском языке. Но очень часто, и это, наверное, последний момент, который я скажу, Digital Humanities и вообще развитие технологий и наше вовлечение в цифру и веб-технологии, и в мобильные технологии приводит к тому, что очень часто результаты исследований или конкретные издания публикуются, помимо традиционной формы, еще публикуются в виде такого цифрового издания. Это цифровое издание не просто PDF-ка. Это цифровое издание это некоторый сервис, который позволяет более эффективно, наверное, в некотором смысле это издание изучать и использовать. И некоторые из примеров, которые у меня здесь приведены, как раз являются такими сервисами. То есть вы получаете не просто PDF со статьями, вы получаете некоторую систему, в которую вы удобно можете переходить от разных блоков. И, например, пятый пункт исторический макроскоп содержит ссылки на датасеты, на множество данных на основе, ну, то есть примеры какие-то в книге есть. Это не просто описание примера, это еще отсылка к тому, какая источниковая база была использована и прямо дается, ну, собственно, ссылка на эту базу. Вот. Поэтому это тоже такое еще Digital Humanities и новый уровень публикации результатов исследований и на это тоже стоит обратить внимание. Спасибо вам большое. У нас больше нет вопросов в чате. Да, спасибо, Ольга Николаевна. Про старшеклассников могу прокомментировать, что то, что мы видим сейчас, это некоторый интерес к области Digital Humanities со стороны школ. и мы работаем с некоторыми школами достаточно активно и давно, но этот запрос вот прямо на наших глазах, прямо в прошлый и этот год возрастает, когда нас приглашают в школу, когда нас просят провести мероприятия для учителей, там, учителей истории или просто учителей гуманитарного блока, провести какие-то встречи для школьников. Здесь есть там большое поле для профориентации, и для разговора о том, что деление физиков и лириков, о котором я уже упоминала, не очень сегодня хорошее, да, то есть не надо ребенку в школе говорить физик или лирик, надо ему показывать вот этот весь спектр. И к нам условные физики на программу по истории тоже приходят. И более того, мы видим, когда анализируем абитуриентов, например, мы видим, что были абитуриенты, которые поступали на историю и на бизнес-информатику. То есть вот человек выбирал между вот этими двумя направлениями. И такому абитуриенту, такому школьнику важно показать, что есть возможность совмещения его интересов. Вот. Поэтому спасибо Ольге Николаевне за этот комментарий. Коллеги, есть ли еще вопросы? Или мы будем заканчивать? Вопросов больше нет? Тогда, наверное, у меня все. Большое спасибо. Я не знаю, Татьяна Викторовна, вы что-то добавите еще? Спасибо.